На правоохранительном поприще в Пинске старший лейтенант отдела уголовного розыска криминальной милиции Глеб Горегляд служит немногим больше года, но уже, как говорится, втянулся в работу, а её мало не становится. Преступники то и дело дают о себе знать, потому расслабляться молодому сотруднику и его коллегам не приходится. На данный момент я работаю на линии хулиганства и мошенничества. Что можно сказать про мошенничество, то в период с начала 2023 года до настоящего времени уже возбуждено более 200 уголовных дел под данным фактом. Как раз профильный для старшего лейтенанта случай. Молодой человек похулиганил с товарищами. Разбили окна, одевоширили. И всё это в изрядном подпитии. Теперь придётся отвечать за содеянное перед законом. В таких ситуациях предстоит разобраться. А это дело порой не одного дня, потраченного на опрос свидетелей и сбор дополнительной информации. Первоначально, что нравится в работе уголовного розыска, это помощь людям. То, что если не мы, то никто кроме нас не поможет. В первую очередь нужно каждому человеку найти свой подход. Нужно быть наполовину психологом, чтобы с ним общаться. Если он там заявитель, узнавать какие-либо обстоятельства по совершению какого-либо преступления. Стать именно сыщиком, как это часто бывает, Глеб Горегляд мечтал с детства. Признался, тогда ему нравились герои известных киносериалов. Но это был не классический Шерлок Холмс, а улицы разбитых фонарей «Ментовские войны». Из «Ментовских войн» нравился мне такой герой, как Роман Шилов. Он был начальником отдела уголовного розыска. Анатолий Дукалис нравился мне свою скрупулезностью, настойчивостью. Эти качества героев фильмов, хоть и по душе сотруднику, но на службе. Он настроен сформировать свой профессиональный образ и характером быть похожим только на самого себя. В том числе не бояться сложностей. Хладнокровно, дотошно работать над любым делом и устанавливать истину. Так было, когда молодой сыщик помог выявить преступников-курьеров. Они, состоя в мошеннической схеме, выманили у пенсионерки большую сумму денег, якобы нужную, чтобы выручить из беды ее дочь. Тогда для жертвы все едва не закончилось трагически. После этого поступил ей звонок уже на домашний номер телефона, с которой, получается, говорил уже другой курьер. И начал на нее давить, говорить, что там нужна кровь для переливания ее дочери, якобы. И она пошла себе, начала резать вену. Чтобы пошла у нее кровь, чтобы якобы эту кровь перелить ее дочери, которая, со слов этих мошенников, находится в больнице. Злоумышленники понесли заслуженное наказание. И работа для этого была проделана правильно. Вот что по итогу любого правоохранителя радует в его деле. Вдвойне приятно, если за это благодарны люди, которые пострадали от действий преступников. Такое недавно имело место на службе Глеба Горегляда, когда он помог найти украденный кошелек. У меня были выявлены и в последующем задержаны данные лица, совершившие это преступление. Потом похищенное имущество было возвращено заявительнице. Потом от заявительницы поступила на мое имя благодарность. Конечно, приятно слышать хорошие слова в свой адрес. То, что оценили мою работу. Это наверняка случится еще не раз в карьере молодого правоохранителя. Если он продолжит также профессионально выполнять свои обязанности. И докажет, что свои дукалисы и шиловы могут быть и в пинской милиции.